Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня попытаемся поднять разговор о такой теме, которая сейчас витает в облаках. Коронавирус, падение рынка, ФРС обрезала ставку. Что это, в принципе, такое? На самом деле это заговор или это действительно что-то такое? И чем, на самом деле, это может вылиться? Во что это вылиться? Первое, знаете, очень часто задают вопросы, какие прогнозы по СНП и все остальное. Я сегодня покажу несколько классов актива, просто скажу свое собственное мнение. На самом деле на канале Герчкин Ко огромное количество видео есть, огромное количество я часто выхожу по понедельникам, делаю обзоры, поэтому подписывайтесь на наш канал, обязательно и вы будете получать своевременную информацию. Ну давайте посмотрим, в первую очередь поговорим о коронавирусе. Я не, конечно, не инфекционолог, я не доктор, я могу только говорить с точки зрения тех людей, с которыми я общался, это мои друзья, которые доктора. И как ни странно, у меня один из людей, с которыми я общаюсь, это бывший биолог, бывший микробиолог и молекулярной биологией. Ну, мы общались буквально вчера по поводу коронавируса и все остальное. Но на самом деле пока очень тяжело что-то говори и плохого и хорошего. Из плохого ситуация в чем плохая? В том, что на самом деле у коронавируса ингубационный период порядка 28 дней. Что это значит? Это значит, что, по сути дела, инфицированный коронавирусом может, по сути дела, болеть все эти 28 дней и не знать, что он болеет. То есть симптоматика там, она сразу не наступает, да. Например, когда у тебя высокая температура, ты сразу знаешь, что ты заболел, когда у тебя начинается кашель, ты знаешь, что ты заболел. Если у тебя начинается там ломать руки, ноги, ты понимаешь, что ты заболел. А тут ситуация такая, ты можешь, по сути дела, ходить с этим вирусом внутри и не знать, что ты заболел. Вот это на самом деле самое странное. Но давайте на самом деле посмотрим, что откуда берется. Первое. Я общался с друзьями моими, у которых есть бизнеса за границей. В частности, один из моих друзей, у него большой бизнес мебели и у него сейчас срываются очень большие поставки по Италии. То есть Италия сейчас очень многие большие производства, особенно мебели, ушли на карантин. А мебель, одежда и все остальное. Насколько я знаю, с сегодняшнего дня до 15 числа на карантин ушли мэрии. Определенно. Это очень плохая нова. Скажу даже больше, что я думаю, что на сегодняшний день между нами Италия наплодила самое большое количество заболеваний по одной простой причине. Такое количество туристов, которые, например, находятся в Милане, которые находятся в Венеции и вообще по всей Италии. Такое количество китайских туристов. И давайте, скажем, в Лебеднад, если все, кто будут нас смотреть, я уверен, что многие из вас едут в аутлеты, да, и в аутлетах. По-простому вы пытаетесь покупать вещи, потому что это дешево. Это абсолютно нормальное явление. Купить хорошую вещь, итальянскую, фирменную вещь, там, те же Dolce & Gabbana или другого какого-то бренда и уплатить, по сути дела, там, 70 процентов скидку получить или там 80 процентов скидку. Это очень круто. На сегодняшний день, просто если вы посмотрите все аутлеты, 80 процентов одежды скупаются китайцами, да. То есть китайцы стали заложниками брендов, они по-простому там херачат все подряд. И кто был в итальянских аутлетах в последнее время, то вы увидите, да, там, в таких магазинах, как Gucci, Versace, Fere, Dolce & Gabbana, стоит просто тупо очередь. Да, китайцы сносят все подряд. Естественно, что Италия очень сильно пострадала. То есть если вы посмотрите Венецию, то 70 процентов туристов это китайцы. Милан, 70 процентов туристов это китайцы. Аутлеты, это на 70 процентов по-простому это китайцы. И первое, с чего я хочу, в принципе, начать. Давайте я вам просто покажу в первую очередь. Я думаю, что Италия пострадает очень сильно. Я вам потом подготовил на сегодняшний день несколько картинок. Сейчас я вам их покажу. Первая картинка, которую вы увидите, это итальянский индекс. Видите? Вот. FTSE MIB. Это итальянский индекс. И посмотрите, на самом деле, что произошло. Это один из немногих индексов, которые практически не отскакивают. То есть если вы посмотрите, вот китайцы, смотрите. Да? Вот у нас Шанхай. Компазин индекс. Посмотрите, китайцы, в принципе, очень неплохо отскочили. И посмотрите, итальянский индекс. Итальянский индекс практически не откатывается. То есть если вы посмотрите сверху, сюда, то приблизительно, мы в падении приблизительно где-то 17-18 процентов. Я думаю, что итальянский рынок будет убит. Да? Потому что я думаю, что Италия будет иметь очень и очень большие проблемы, связанные именно с коронавирусом. То есть я реально думаю, что после подсчета всего ущерба, а как вы знаете, да, Италия очень много денег получает. Особенно провинции такие, как Лигурии, к которым относится там Милан, провинции, как Венеция. Там, естественно, 80 процентов, 85 процентов доходов этих регионов – это туризм. И, естественно, сейчас, по сути видео, Милан пустой. Да? Вот все, по-моему, у меня знакомые, кто там живет в Италии и все остальное. А Италия видит очень большую проблему. Я думаю, что это только начало проблемы. Дальше будут проблемы еще большего характера. То есть на самом деле, я думаю, что в Италии будут очень большие проблемы. Следующая картинка, то, что вы видите, это S&P. Несколько дней назад я делал маленький, такой короткий обзор на свои инстаграм-страницы. И очень многие люди, да, начали писать всякую хрень типа, что рынок отскакивает, что это все херня. Если вы на самом деле, вы посмотрите и послушаете меня, человека, который имеет опыт, там, в 21 год, я вам сразу объясняю. Да, это вот этот нормальный отскок – это абсолютно нормальное явление, которое отскочил рынок. Но я вам говорю сразу – это отскок недолговечный. Я думаю, что рынок дальше припадет. И, скорее всего, видите, вы, если вы посмотрите, то мы как раз ровно пришли, видите, я проведу с левой стороны, чтобы никаких вопросов не было. Смотрите внимательно. Сейчас. Видите, мы ровно коснулись уровня октября месяца и отскочили ровно от уровня 2019 года. Так вот, на самом деле, если вы посмотрите на рынок S&P, я не думаю, что рынок S&P закончил свое падение. И я думаю, что дальше рынок будет падать. От этого и идет именно движение по золоту. То есть, как вы знаете, я сказал, что золото будет расти. Притом, несколько дней назад. Можете зайти на мой инстаграм, посмотреть. То есть, это абсолютно чистая правда. Я давал вам буквально позавчера и сказал, что золото будет расти. И посмотрите внимательно, как золото выросло. Золото выросло практически там на 70-80 долларов на текущий момент. На инстаграме все это есть. Золото будет расти дальше. Я думаю, что по золоту мы будем дальше обновлять хайену. Еще одна интересная валютная пара, о которой я хотел поговорить – это японская иена. А японская иена, я сразу сказал, что если японская иена пробьет ниже 110, мы пойдем дальше по простому по японской иене вниз. И давайте сейчас посмотрим, что по японской иене у нас. Видите, по сути дела мы зайдем в канал и, скорее всего, придем сюда в район 102 по японской иене. То есть, когда, видите, была ситуация по коронавирусу, японская иена такая она считается защитной. Все полезли в японскую иену, однако ничего хорошего нет. Дальше теперь давайте поговорим о теоретической составляющей. Значит, ФРС понизила ставку. На самом деле, ничего хорошего в понижении этой ставки нет. Я понимаю, что очень многие говорят, что пытаются стимулировать экономику и все остальное. Я думаю, что это хуже ситуация, вернее, это хуже ситуация, чем это лучше ситуация. То есть, я думаю, что вот это экстренное понижение ставки ФРС на полпроцента, это ничему хорошему не приведет. То есть, это действительно показывает о том, что государство испугалось, да, в прямом смысле слова. И я вам скажу честно даже больше, что Трамп пытается додавить ФРС до того, чтобы еще снижали ставки. Я думаю, что если, в принципе, у Трампа будут шансы становиться президентом к 2020 году, у нас выборы в этом году, в ноябре месяце, я думаю, что ставку могут понизить вплоть до полпроцента. Сейчас процентная ставка там 1.25. Я думаю, что если Трамп будет очень сильно давить на ФРС, то ФРС может додавить ставку до полпроцента. На самом деле, это не очень хорошая ситуация для рынка. Я думаю, что ничему хорошему это не приведет. Я думаю, что долгосрочный эффект, я тоже самое сказал в своем инстаграме, я думаю, что долгосрочный эффект именно от коронавируса будет не очень хорошим. По поводу нефти, вот я тоже, вы задавали вопрос по поводу нефти. Давайте я покажу нефть. Я думаю, что нефть будет падать. И следующее там падение нефти, я думаю, что нефть мы увидим в районе там 47, первый такой рубеж, в районе 47 долларов. Я думаю, что нефть будет дальше идти вниз. Евро-доллар, честно скажу, я сейчас не понимаю, почему отрос евро-доллар, и у меня ставки на евро были вниз. Евро, конечно, отработано немножко вниз, но честно, вот это движение по евро я вообще не понимаю. Честно, просто я не понимаю, поэтому я не буду как бы его даже освещать, потому что я просто тупо его не понимаю. Самое главное, как я уже сказал, смотрите наши обзоры. Дальше, как я уже сказал, я думаю, что S&P дальше будет продолжать падать. То есть, если мы, принципе, обратно сможем прийти в район вот сюда 29,47, мы, я думаю, пойдем дальше ниже. Вот здесь вот очень интересная картиночка намечается. Посмотрим, как S&P будет себя вести, и посмотрим, к чему это хорошему может привести. На самом деле, мое личное мнение, что коронавирус принесет гораздо больше ущерба, потому что сам это коронавирус или энное количество людей умирает. Я думаю, что в экономическом плане все очень сильно боятся, а вообще все, что связано со страхами, ни к чему хорошему не приводит. Скажу даже больше, Италия, думаю, пострадает гораздо сильнее и, скорее всего, пострадает больше всех. Еще есть один очень неприятный момент, очень неприятный момент. Турция, как вы знаете, открыла вот на прошлой неделе, по-моему, это в пятницу было, Турция открыла свои границы с Евросоюзом, в частности, самая большая, самая ближняя граница это с Греции. И буквально тогда, насколько я видел, за два дня было больше ста тысяч мигрантов, которые перешли из Турции в Грецию и дальше, естественно, пойдут по Евросоюзу. Скажу даже больше, эти ребята очень умные, никто в Греции оставаться не будет, потому что Греция страна бедная, зарплаты очень низкие именно в Греции, поэтому я не думаю, что мигранты будут оставаться в Греции, а будут дальше идти, будем говорить, в богатые страны, такие как Бельгия, Германия и все остальное. Тем более, насколько я знаю, вот буквально Германия буквально недавно сказала, что они разрешат эмигрантам без статуса работать. На самом деле, я думаю, что Германия себя похоронит этим и Германия будет иметь очень и очень большие проблемы. То есть только за два дня было больше ста тысяч человек. Турция на самом деле сейчас очень сильно накаливает отношения по одной простой причине, потому что в Турцию перешло порядка трех с половиной миллионов мигрантов. Трех с половиной. Эта цифра огромная. Учитывая население Турции порядка 80 миллионов человек и население Сирии порядка где-то 20 миллионов человек, да, насколько я помню, то это огромная цифра, 3 с половиной миллиона, почти по 4 миллиона, это тех, которые смогли проконтролировать, это очень приличная цифра, это 5% населения, практически, будем говорить так, иммиграция, и это ничем хорошим для Турции, по сути дела, не закончится. Кто помнит, я рекомендовал покупать, ну, смотреть на пару USD, турецкая лира, и очень хорошо эта пара сходила, что я хочу сказать, я думаю, что эффект коронавируса будет более глубоким и более большим, и более больным. Китайский индекс, конечно, очень неплохо выкупили, но я думаю, что именно эффект будет гораздо более затяжной. Я не думаю, что рынок так быстро вернется, поэтому к тем ребятам, которые пытаются сейчас покупать, будем говорить так, американский рынок, я очень аккуратно бы смотрел, скажу даже больше, что я даже вот в пенсионных деньгах сейчас сижу в кеше, и я думаю, что рынок дальше припадет, и только тогда я буду покупать, когда я буду покупать что-то интересное, я вам расскажу, но на сегодняшний день даже в своих пенсионных деньгах я сижу в кеше. Что я еще хотел сказать, всем огромное спасибо, что были с нами, очень аккуратно, надо сейчас работать очень короткими перебежками, потому что рынок очень быстрый, не становитесь инвесторами по своей воле, вот это самое страшное. То есть, если видите что-то не то, лучше выйдите по стопу, возьмите свой законный убыток, и после этого заходите обратно в рынок только тогда, когда вы понимаете, что там происходит. Подписывайтесь, естественно, на наш канал, как вы знаете, мы очень часто выходим в эфир, делаем очень интересные обзоры, обзоры все реальные, то есть вы всегда можете посмотреть, посмотреть инструменты, которые мы рекомендуем, в каждой пределе у нас обзор, американский рынок, обзор рынка форекс, обзор рынка криптовалют, по которым вы действительно можете посмотреть инструменты, которые мы обсуждаем, и можете сделать определенные выводы, покупать вам или продавать. С вами был Александр Герчик, естественно, наша самая крутая компания Герчикен.Ко, и всем удачи! Редактор субтитров А.Семкин